Если присутствует страх воды, прежде всего, конечно, нужно идти к тренеру У меня был случай, когда женщина 80 лет приходила и научилась плавать стилями плавания кролем на спине Это вполне реально Я не считаю, что Омск какой-то плохой город, либо бесперспективный в плане развития бизнеса Я без воды совершенно не могу, это классные, приятные ощущения Ощущения от погружения, от воздействия воды на все твое тело Это действительно классные эмоции, классные ощущения, которые даже спустя 15-20 лет тренировок не могут наскучиться Плавание хорошо, своими ощущениями Плаванием я начал заниматься примерно с 8-9 лет, когда жил еще в Новокузнецке Ходил с бабушкой и дедушкой плавать на свободное плавание Ну и затем как-то меня затянуло, понравилось и решили отдать меня в оздоровительную секцию для начала Там также занимался, а после этого уже проявился интерес к профессиональному спорту Лет с 11 примерно я начал посещать 2 тренировки в день, соответственно, около 9-10 тренировок в неделю И все, дальше поехали Иван Матюшов, пловец-тренер, окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта Основал школу плавания, где успешно применяет собственную сертифицированную методику обучения В ее основе – игровой подход и индивидуальное отношение к каждому ученику Иван уверен, научить плаванию можно абсолютно любого В моей семье вообще нет спортсменов профессиональных Так же, как и у многих, скорее всего, родители у меня занимались любительскими видами спорта Но именно по профессиональной стезе я пошел один В Новокузнецке я жил до 16 лет, окончил школу, училище Олимпийского резерва, а также решил поступать Начал выбирать вузы В Новокузнецке не было ничего со спортивным уклоном, к сожалению Хотя город сам мне очень нравится Но в Омске такая возможность была Сибирский государственный университет физической культуры и спорта Замечательное учебное заведение И вот я в него поступил, о чем совершенно не жалею Родители всячески содействовали этому, наоборот Мы вместе с ними выбирали университет И когда стал выбор переезжать в другой город Мама мне сказала такую фразу, я очень это ценю И она сказала, что даже если ты не поступишь сюда на бюджет Ты в любом случае будешь учиться здесь платно Мы все постараемся обеспечить Но, слава богу, я поступил на бюджет И продолжил обучение Спортивная жизнь у каждого спортсмена, конечно, индивидуальна Но есть определенные вещи, которые у всех одинаковые Это, конечно же, регулярный, интенсивный, очень интенсивный тренировочный процесс Регулярное питание Также учебный процесс, конечно же, от этого не должен оставать ни в коем случае Ну, так скажем, 90% времени, а то и больше, занимает именно спорт Я считаю, что нельзя практически, практически невозможно сочетать спорт с какими-то другими деятельностями Потому что он забирает очень много энергии, чрезвычайно Мне очень нравится Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, в который я поступил Я нисколько не жалею, что я туда поступил Отучился там 6 лет, бакалавриат, магистратуру И об этом учебном заведении у меня только радостные, прям очень теплые воспоминания Потому что я жил в общежитии, что очень классно и оно само очень хорошее У меня очень много друзей и знакомых там появилось Также мне дали очень много различных знаний, которые я применяю по сей день Которые я вкладываю в свое нынешнее дело Очень много возможностей там для развития специалистов вообще любых уровней, связанных со спортом Начиная от спортивной тренировки до маркетинга, менеджмента и так далее Я учился на тренера по плаванию, сейчас эта специальность называется немножечко по-другому В факультете спорта у меня был кафедра плавания И все 6 лет бакалавриат и магистратуры я закончил именно по профилю плавания Сейчас я занимаюсь бизнесом и что касается статистики Лично я наблюдаю такую тенденцию, что, к сожалению, немногие связывают свою жизнь с дальнейшей профессиональной деятельностью Многие выбирают какие-то совершенно нетипичные отрасли Но есть и ребята, конечно же, которые идут дальше по спортивной линии, так скажем И выбирают тренерскую деятельность, управляющую деятельность в области физической культуры и спорта Что не может не радовать Начал работать по специальности я уже с 18 лет Как только поступил на второй курс университета, я сразу же начал практиковаться Искать какие-либо подработки в этой сфере И нашел в одном из бассейнов мне обеспечили должность помощника тренера Где я набирался опыта и смотрел, как проходит тренировочный процесс И со временем я уже стал, собственно, тренером основным И дальше продолжал развитие вот в этом направлении Когда я учился в университете, я, как и многие, скорее всего, не мог определиться конкретно, чем я буду заниматься Я даже не знал, могу я и буду ли я вообще работать по профессии Это, честно говоря, неизвестно до последних курсов университета, на мой взгляд Но я начал, я попробовал, потому что ради чего, собственно говоря, я учился Я хотел попробовать уже на ранних этапах, на первом, на втором курсе Чем мне предстоит заниматься в будущем, если я желаю пойти по профессии Потому что если вдруг меня бы это не удовлетворило, я бы, наверное, сменил свою деятельность Пока не поздно поступил бы в другой университет Но деятельность меня очень затянула, мне очень нравится работать как с детьми, так и взрослыми И поэтому я дальше продолжил этот путь Не было каких-то глобальных планов у меня в плане построения бизнеса В плане дальнейшего своего совершенствования как педагога, тренера Просто начал пробовать А там уже я понял, что это действительно мое Я работал в разных бассейнах, в организациях И постепенно, постепенно ко мне записывались ребята, взрослые Начинал я, честно говоря, хотел бы дать такой небольшой совет специалистам Когда многие ребята выходят с университета и начинают свою деятельность профессиональную В области физической культуры и спорта На занятиях, на коммерческих группах в том числе Многие хотят сиюминутного результата Чтобы было очень много ребят, большая загрузка и так далее Но лично из своего опыта я могу сказать так Первый месяц я заработал 100 рублей за весь месяц И даже тогда, несколько лет, 8 лет назад, это было немного Но со временем, со временем, с практикой, с опытом, с желанием работать С желанием развиваться Увеличивается, конечно, как и заработок, так и, в принципе, узнаваемость тренера и педагога Когда запись ко мне превысила, так скажем, допустимые лимиты Многие ребята начали записываться ко мне на сентябрь Хотя был еще апрель Поэтому я думал, что с этим нужно что-то делать, что-то решать Как-то передавать свой опыт другим ребятам, тренерам Потому что другого варианта я совершенно не видел Все группы были заполнены, персональные тренировки также были под завязку И в том числе была такая очень длинная запись на полгода вперед И мы решили создать команду тренеров Создали нашу авторскую методику Нашли базу и начали тренироваться Образование у меня не профильное, не бизнес-образование Поэтому трудностей было чрезвычайно много Они по сей день нас преследуют Но я считаю, что с любыми трудностями можно справиться Это не трудности, а лишь задачи, которые стоят на пути И нужно их со временем решать В основном проблемы, такие трудности, задачи Касаются построения тренировочного расписания Поиска в особенности, поиска педагогов для занятия с детьми Потому что, как я уже и сказал Многие ребята, они идут по профессии И найти очень хороших педагогов чрезвычайно сложно И мало того, что у человека должно быть это в душе, так скажем Но нужно в том числе и желание обучаться В том числе и желание терпеть, работать и идти к своей цели Тренировский состав в основном мы подбираем по методу сарафанного радио Наши сотрудники также общаются с подобными сотрудниками Потенциальными сотрудниками, которые могут быть у нас В том числе у нас есть связь с университетом физической культуры и спорта Также многие преподаватели очень рады, когда мы сообщаем о том, что нам требуются педагоги Они сообщают также об этом студентам, которые вот-вот окончат высшее учебное заведение В том числе и профессиональные различные колледжи И они приходят к нам сначала на стажировку Мы обучаем их по нашей методике И затем со временем они выходят уже в свою профессиональную деятельность В тренировочном процессе, в процессе ведения бизнеса Конечно, определенные навыки нарабатываются Они по временем усваиваются мной И в том числе и другими людьми, которые с нами в этом деле завязаны Но, конечно же, честно говоря, не хватает немножечко, возможно, некоторых компетенций Каких-то уже нужно развиваться именно в сторону того, что изучать больше не тренировочный процесс Мне лично, а руководство и дальнейшее продвижение Не сказать, что полностью интуитивно все сейчас у нас происходит У нас есть определенные наработки Также я посещал различные конференции, семинары по поводу управления По поводу ведения именно нашего бизнеса Ведения тренировочного процесса На этих конференциях рассказывают все практически От ведения самой тренировки, как ее грамотно, качественно построить До управления коллективом, мотивацией, маркетингом и так далее До создания школы, как только пришла идея ее создать Первым делом я озадачился проблемой В чем будет состоять уникальность самой школы плавания Мне не хотелось создавать школу, которая будет подобна многим В которой будет точно такой же тренировочный процесс Не отличающийся от обыденности И я знал, что у меня есть определенные наработки Которые я могу передать будущим сотрудникам И я составил полностью свою авторскую методику На 50 примерно процентов Она состоит, конечно же, из базовых фундаментальных знаний Которые мне давали в университете физической культуры и спорта И 50 процентов это остальные наработки, которые я нарабатывал в течение 6 лет своей практики Которые включают в себя педагогическое общение с детьми Решение различных психологопедагогических задач Ситуации, когда ребенок или взрослый боится воды И очень-очень там много всего Эту методику мы сертифицировали в Московском институте И в том числе я езжу по разным городам России И преподаю эту методику для потенциальных тренеров И тренерского состава в других бассейнах по всей нашей стране Алексей, плывем! Алексей! Алексей! Придется применять секретное оружие Работает! Да, верно! Вот такое мы решили сделать отличие Потому что это один из базовых наших принципов Мы обучаем детей и стараемся делать методику И следовать нашей методике, чтобы все было максимально демократично Чтобы мы ни в коем случае не повышали голос на детей А добивались результата исключительно разговором Какими-либо взаимодействиями с ребенком Игровыми методами Но не применяя, так скажем, жесткую силу и крик Щуку трогал? Я знаю, я так же не могу Это круто! Давай-ка попробуем сейчас потрогать не щуку, а вот эту розовую рыбу странную Так, ну за всю голову тогда получится Прям всю! С глазами, с глазами! Она не будет так подплывать Только если глаза пусть идет, тогда будет Это сто процентов, я тебе говорю Что касается крика преподавателя на детей Здесь такой очень спорный момент Но я хочу сказать, что так же в нашей методике это все прописано Можно кричать по-разному Можно кричать вполне, но с доброй интонацией В этом ничего такого нет Главное, чтобы ребенок воспринимал это позитивно И без всяких негативных последствий Потому что даже какое-то неверно сказанное слово в адрес ребенка Казалось бы, незначительное совершенно Может в корне изменить его взгляд на тренировочные процессы, на другие деятельности Потому что в детстве психические процессы очень лобильны, подвижны И это чрезвычайно важно, нужно это учитывать Обязательно каждый свое слово, каждая свою речь контролирует Если говорить о личности ребенка Тут, конечно, мы обсуждаем в том числе и с родителями Мы можем, я часто с ребятами здороваюсь, здоров дружбан, привет братюня и так далее То есть какие-то такие современные слова В том числе некоторых ребят мы называем по имени-отчеству, по имени По фамилии стараемся не называть Потому что, как выяснилось, и я разговаривал со многими ребятами И взрослыми, в том числе людьми Когда называют ребенка по фамилии, это несколько начинает дергать Потому что во многих учреждениях, к сожалению, такой связан негативный опыт Когда ребенка называют по фамилии И мы решили от этого немножко отказаться И в пользу таких вот методов Они дружбанчики Да, дружбанчик, так скажем, братюня по имени Все всем, в принципе, нравится Но, конечно, это все обсуждается В нашей методике также есть игровой подход Если, к примеру, довольно часто ребята приходят с боязнью воды Либо нежеланием делать в воде что-либо Это связано со многими факторами С негативным предыдущим опытом Также с, возможно, некой прохладой воды и другими факторами Также ребята некоторые сейчас очень активны, чрезвычайно Им очень сложно что-то объяснить Таких ребят у нас занимается довольно много И через игровой метод, через различные другие методы Мы стараемся их заинтересовать Проявив максимальное внимание Именно к тем проблемам и задачам Которые нам нужно решить в тренировочном процессе И получается весьма успешно Омская маршрутка Это я как-то раз снимал в своем блоге Ребята, этот метод вообще был придуман С целью развлечения, конечно же Снятия нервного напряжения С тренировочного процесса И в том числе для того, чтобы организация детей на тренировке была лучше Ребята проплывают определенное количество метров за тренировку Но через определенное время также заканчивается задание И нужно всех собрать быстро в одном месте Для того, чтобы объяснить задание вновь Если мы всех будем звать, это будет довольно долго Но применив омскую маршрутку Взяв шест спасательный И прокатив детей с одного края на другой Можно их очень быстро собрать И в то же время развлечь С детьми, возможно, работать сложно людям, которые не готовы к этому Потому что если вы готовы Вы понимаете психолого-педагогические механизмы детей Какие задачи могут перед вами стоять Почему ребенок себя ведет именно так То на каждую ситуацию есть определенный скрипт работы Он может быть как-то видоизменен Но они все равно есть Они определенные, одинаковые Их можно применять Их много, да Но если их все освоить С детьми можно работать очень легко Именно поэтому я считаю, что педагогом все-таки можно стать Если заинтересоваться этим И хорошим педагогом действительно Потому что если понять эти механизмы Если иметь такую хорошую стрессоустойчивость В том числе, разумеется Можно с детьми очень легко наладить общий язык И вполне с ними классно взаимодействовать Частый вопрос Любого ли человека можно научить плавать Я считаю, что любого и не было в практике В нашей, в принципе, в школе плавания Даже в нашей Такого, чтобы мы не научили плавать человека, ребенка, взрослого У меня был случай, когда женщина 80 лет приходила И научилась плавать стилями плавания кролем на спине Это вполне реально Вопрос, конечно, в сроках Сроки могут быть различные Они варьируются совершенно по-разному Если человек боится воды И даже присутствует некое нежелание небольшое Конечно, сроки удлиняются Но если боязни совершенно нет То срок можно укоротить И, в принципе, результат получить довольно быстро Но что касается обучения плаванию Здесь также, конечно, все индивидуально Если мы начнем заниматься с грудничкового возраста Шанс того, что мы изучим все двигательные навыки раньше Да, он есть Но плавание в грудничковом периоде В том числе до года, до полутора лет Оно применяется по большей части С целью улучшения физических возможностей Гармоничного развития ребенка Потому что небольшие задержки дыхания Массажное воздействие воды Это все хорошо воздействует на рецепторы кожи На проприорецепторы мышц И благодаря этому организм развивается гармонично По-разному Некоторые ребята изучают все стили плавания Даже в 5 лет Такое случается в исключительных случаях Кто-то приходит во взрослом возрасте Тоже довольно быстро осваивает И в 3 года, и в 7, и в 8 Это в принципе реально Тут зависит от многих факторов Но вполне есть случаи, когда все стили плавания изучаются довольно быстро Если присутствует страх воды Прежде всего, конечно, нужно идти к тренеру Потому что самому это сделать довольно сложно И допустив небольшую ошибку в обучении Можно оставить даже определенную травму Если неправильно выбрать глубину Неправильно выбрать упражнения Может остаться негативный опыт И ничего хорошего из этого не выйдет В нашей школе плавания мы также обучаем и взрослых, и детей, которые боятся воды Происходит постепенное увеличение нагрузки Нагрузка не только физическая, но и психоэмоциональная Мы плавно подводим к занимающемуся тому Что он действительно может сделать какие-то упражнения Часто люди, которые боятся выполнять какие-то упражнения в воде Они не доверяют себе, не доверяют воде Они не осознают, что они действительно могут сделать какой-то элемент Типа горизонтального положения на воде Но это вполне реально, эта физика, она работает со всеми абсолютно Поэтому наша задача донести до человека То, что он действительно может сделать И тогда результат неминуемо идет вверх Плавание является сложно-координационным видом спорта Циклическим видом спорта Само название сложно-координационный вид спорта Говорит само за себя То есть координация в плавании довольно сложная Это различные стили бутерфляя, кроль, спина, брас В некоторых стиле смежно похожи Некоторые совершенно кардинально отличаются друг от друга Много различных элементов здесь присутствует Вид плавания, да, довольно сложный Я бы сравнил его, наверное, с гимнастикой С художественной по сложности Плюс тут еще осложнение идет на начальном этапе обучения Когда координационным движением добавляется воздействие воды То есть нужно сочетать задержку дыхания и координацию движения Это довольно сложно В плавании нет большого количества противопоказаний Компрессионная нагрузка на позвоночник, она минимальна Давление очень хорошо, гармонично нормализовано, сбалансировано При плавании любыми стилями плавания, в принципе Все различные какие-то травмы, какие-то такие негативные воздействия Они, конечно, связаны с профессиональным спортом Там такое случается, действительно Потому что там добавляется спортивный зал И нагрузка возрастает Есть риск того, что что-то может пойти не так Но в плане оздоровления, конечно, это идеальный вид спорта Для повышения качества жизни и здоровья Сначала мы двигались по пути оздоровительного плавания И сейчас продолжаем двигаться по этому пути Но в том числе стали появляться заявки На серьезные спортивные достижения Родители стали спрашивать, как сделать так, чтобы ребенок Стал выезжать на соревнования в другие города Стал получать разряды, завоевывать призовые места На более таких крупных региональных соревнованиях И мы озадачились этим вопросом И нам удалось в одном из филиалов открыть спортивную группу Там ребята занимаются 6 раз в неделю Чуть дольше, чем 45 минут Порядка 50-55 минут И занятие у нас там со скидкой более чем 50% Для того, чтобы это все было реально, все возможно И сейчас оно успешно функционирует Мы готовим ребят на региональные соревнования, на крупные И в том числе на наши соревнования, которые проходят в нашей школе В эту группу происходит определенный отбор Мы отбираем ребят на наших групповых тренировках На персональных занятиях сообщаем родителям, ребятам о том Что есть такая возможность А дальше они сами в том числе для себя выбирают Хотят они связать жизнь ребенка И ребенок хочет ли сам связать свою жизнь со спортом Либо нет Если говорить о свободном времени, у меня его нет вообще То есть я начинаю свой день в 6 утра И заканчиваю под час ночи приблизительно И в это время уезжается абсолютно все Ведение блога, бизнеса, тренировок Других каких-то координационных моментов Все это занимает, конечно, весь день И блог это такая довольно большая часть Все готовы Подожди, мы уже отсняли Отсняли часть Общения с Акадатом Сегодня снимаем тренировочные процессы Свой блог я начал вести довольно давно Уже, наверное, года 4 И я сначала вел его исключительно для того, чтобы составить какое-то резюме И в принципе оставить память о том, что я делаю Либо если кто-то желает заинтересоваться моей работой Просмотреть вообще, чем я занимаюсь У меня была бы такая хронология того, как я вообще делаю, что я делаю, для чего и так далее И потом меня как-то это очень быстро затянуло Мне стало нравиться Это мне стал нравиться результат Потому что люди стали подписываться, смотреть, интересоваться различными вещами Я с радостью отвечал на их комментарии На их какие-то запросы В плане корректировки техники, советов и так далее И потом это просто вошло в жизненную привычку И теперь я регулярно веду свой блог каждый день абсолютно И мне это не доставляет каких-то сложностей Больше удовольствия Я очень такую необычную вещь выяснил Я снимал больше для своих коллег, для родителей А выяснилось, что меня смотрят дети Здесь я уже нашел, так скажем, свое место Пустил корни, проще говоря Но в планах у нас недавно совсем эта мысль была И мы сейчас постепенно двигаемся к ее реализации Открыть нашу организацию, нашу школу плавания в других городах Это вполне реально, потому что я езжу с семинарами по разным городам России У меня там есть много знакомых тренеров, которых я обучал нашей методике И вполне многие согласились бы в том числе работать с нами И мы смогли бы найти базу и все это реализовать в другом городе Не пытаясь я покинуть Омск Я, честно говоря, не сторонник таких вещей Посмеяться, возможно, можно Но я не считаю, что Омск какой-то плохой город Либо бесперспективный в плане развития бизнеса Это не так Я допускаю, что в других городах Вполне есть большие возможности Больше, возможно, денежные средства Больший объем людей Но также там есть и свои негативные факторы Большая конкуренция Большие сложности в определенной мере И я считаю, что в каждом городе, в любом Можно открыть свое дело Можно заниматься своим любимым делом Профессионалов своего дела, к сожалению, немного И не все готовы положить жизнь на то Чтобы работать с утра до вечера И достигать в своей сфере высоких показателей И поэтому в абсолютно любом городе это вполне возможно И Омск город-миллионник Довольно большой, хороший Я его люблю И я считаю, что здесь вполне можно открывать свое дело И работать, и никуда не уезжать В планах очень много Времени, к сожалению, мало Все основное время занимает работа У меня есть краткосрочный отпуск Там неделька, возможно, поменьше Любим кататься на горных лыжах Точнее на сноуборде Хожу на батуты к ребятам Вот недалеко здесь, в континенте Очень нравится Хотя вроде как детское развлечение Но мне очень классно Прихожу туда, занимаюсь Хожу в тренажерный зал Любим с друзьями встречаться Играть в различные игры В квесты и так далее То есть такие развлечения тоже нам Вполне по душе Я счастливый человек Который очень устает Так скажем Не хватает немножко иногда Мотивации Но я счастлив От того, что я живу такой жизнью От того, что у меня нет свободного времени От того, что я каждый день сталкиваюсь С различными сложными ситуациями Как бы они сильно по мне не били Но я считаю, что это и есть сама жизнь Потому что зачем жить как-то однобратно скучно Если можно жить с драйвом Весело Возможно где-то разочаровываться Где-то радоваться Это классно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok